38 случаев заражения вирусом ЭХО-30 под типа H зарегистрировано на территории России. Он опасен тем, что буквально за один день способен вызвать серозный менингит – воспалительное заболевание оболочек головного мозга. Он является родственником уже разрекламированного вируса Коксаки и вируса полимиелита и относится к энтеровирусам. Это заболевание по своим симптомам очень сходно с ОРВИ, с гриппом, поэтому самим диагноз не получится поставить. Начало острое. Если температура 39-40 поднимается и она не снижается обычными способами, то нужно обязательно обращаться к врачу. Серозный менингит может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой и болью в животе. Вызывающий заболевание вирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно также через воду и бытовые контакты. Основные вспышки вируса «Эхо-30» зарегистрированы в Китае. Ежедневно в Россию приходят тысячи посылок из Китая. А можем ли мы вместе с новым чехлом для телефона или зарядником получить опасный вирус? Он вряд ли выживет, пока эта посылка идет. Основной путь передачи, как я уже сказала, воздушно-капельный. А если путь воздушно-капельный, то он через третьи какие-то предметы, через третье лицо не передается. Только при непосредственном контакте с заболевшим человеком. Жертвами опасного вируса стали жители шести регионов нашей страны. До Пензенской области он еще не добрался. Но зареченцам все же не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Поскольку вирус «Эхо-30» циркулирует на территории России не так давно, население не имеет к нему стойкого иммунитета. Чтобы защитить себя от инфекции, нужно соблюдать простые меры профилактики. Не пренебрегать правилами личной гигиены, как можно чаще мыть руки, пить столько кипяченую воду, покупать продукты исключительно в проверенных магазинах. И не забывать об укреплении иммунитета, правильном питании и здоровом образе жизни. Всегда лучше предупредить заболевание, чем потом его лечить. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».